Добрый день дорогие друзья меня зовут Владимир и сегодня мы с вами поделимся опытом эксплуатации зимних шин тигар сербских шин мы вам расскажем о том как провели они зиму насколько износились справочно отмечу что пробег у нас на спортиве уже составляет около 7000 километров автомобиль был куплен в октябре 2017 года накатали вот мы уже 7000 и поговорим о том как ведут себя шины тигар довольно интересные шины быстро как-то и молниеносно не ворвались на рынок беларуси россии казахстана в конце семнадцатого года вот были мной приобретены опять же исходя из того что довольно неплохая стоимость за 17 колеса и при этом как утверждал производитель оптимальное качество ну так ли это мы с вами и поговорим в нашем видео поехали итак пришла к нам наконец-то весна уже апрель пора менять уже зимние шины на летние и хочу скажем так поделиться с вами своим опытом эксплуатации зимних шин тигар жены зимние шины тигар были приобретены мной в октябре прошлого года причем у официального дилера компании киа у нас минске шины r17 225 на 60 103 в скоростные шины считаются они 220 километров в час скоростной индекс что касается шин во-первых почему были куплены у дилера ну дело в том что цены на тигар вообще были принципе все почти одинаковы ворвались они где-то в августе-сентябре 2017 года на рынок беларусь россии казахстана в общем на рынок таможенного союза и довольно быстро получили популярность популярность получили благодаря тому что шины как сейчас шины тигар принадлежат компании мишлен вот используется полностью вся силика шинный состав именно мишленовский вот при этом сами мишлен вы прекрасно знаете сколько стоит одно колесо шины тигар обошлись мне за четыре колеса получилось 300 долларов сша в эквиваленте то есть грубо говоря в среднем за одно колесо получилось порядка 75 долларов сша в принципе опять же скажу что цены были у всех одинаковые что у сторонних фирм что у дилера у дилера просто почему бралась потому что еще дополнительно на колеса была скидка скидка была в районе трех процентов на одно колесо таким образом довольно выгодно получилось на удивительно что у дилера могут быть такие цены значит далее на что многие покупали в том числе я в принципе купился именно на тигар но опять же эта компания мишлен делается хоть она и в сербии эти колеса но сербия довольно неплохая неплохо они всегда делали и шины и принципе детали автомобильные далее довольно вообще скажем так размер r17 225 на 60 размер этот довольно редкий по крайней мере в беларуси такой тип размер предлагался всего скажем так пятью компаниями производителями шин это континенталь это гудье этот данлап и если не ошибаюсь помочь те же мишлен но опять же 75 долларов сша за колесо который модели за тигар ну скажем так все остальные были как минимум 100 долларов сша за колесо вот причем сразу хочу отметить что изучив много информации сети интернет по поводу шинного состава силики который добавляется сам состав могу отметить что ничем колесо не отличается от того же мишлена далее очень приглянулся рисунок протектора очень симпатичная резина сама очень мягкая она не дубеет зимой она сохраняет все свои качества 7000 на ней я уже пробежал могу сразу отметить что без линейки даже то есть принципе я уже замеры делал износ составил примерно максимум где-то даже 0 5 миллиметра то есть пол миллиметра составил приблизительный износ протектора что на мой взгляд довольно неплохо в основном автомобиль используется по трассе это 80 процентов трасса 20 город и хочу отметить что довольно неплохо себя шины ведут в поворот автомобиль входит на них уверенно не за носа ни на льду не на наледи не на дожде не попадает она планирование при попадании в лужу машина ведет себя очень уверенно торможение ну скажем так благодаря тому что сама по себе тормозная система очень надежно в киа торможении резина направленная балансируется очень просто и скажем так по грузам сейчас вам даже постараюсь сказать передние как говорится колеса здесь у нас 5 грузиков каждый по 5 грамм 25 грамм на переднее правое колесо на переднее левое если у вас там по моему даже 20 грузика там по моему 4 груза у нас наклеили балансируется очень просто очень легко когда на шиномонтаж я подъезжал в том году на стороннюю организацию дилера да очень дорого мне дилер сам порекомендовал сразу делать на стороне это все вот мне ребята сказали сразу что тигарь сита очень популярная резина очень неплохо себя ведет и балансируется на ну практически мгновенно опять же отмечу от себя что на даже на ощупь вот на ощупь на просто если вы автолюбитель ну не особо разбираетесь вообще в деталях вот тем более там в покрышках автомобильных могу сказать от себя что резина очень даже приятно на ощупь то есть это не какое-то там говно дубовое даже белшина или там я не знаю там те же там какие-то недорогие марки типа премиори украинские это просто страшная резина премиори это ужас просто как-то я брал на автомобиль себе поэтому любом случае от себя хочу отметить что тигарь действительно свои деньги оправдывает причем я скажу откровенно что когда я брала 75 буквально через неделю как я купил эти шины стоили уже 90 долларов сша за покрышку спрос они действительно был огромный колоссальный просто в семнадцатом году не только вошли вот говорю на рынок сразу же захватили популярность на рынке что будет уже в этом году конечно я не знаю любом случае к сожалению тигарь пока только имеет две модели две модели это модель r17 и r16 киа спортич принципе у него допустимо дилером используют и производителям допустимо использовать r16 и r17 колеса ну у нас любом случае машина вышла на r17 литых дисках на летней резине про которую мы поговорим чуть позже резина была кстати hankuk очень неплохая мы проданин сильно долго использовали поэтому хотим еще поэксплуатировать и далее рассказать про заводскую шину hankuk как она себя тоже ведет стоит ли менять ее сразу на стороннюю или можно оставить то которая шла завода вот поэтому в любом случае мы решили 17 колеса ставить на 17 литье заводское 17 резину мы и ставили ну от себя скажу что не бойтесь если вы планируете там уже когда зима уже закончилась в любом случае да я просто поделюсь своим опытом с вами если вы скажем так избавились от старой зимней резины зимней резины у вас больше нету осталось только лето да и вы вот уже планируете там думаете о следующем сезоне зимнем да там любом случае летом покупать дешевле зимнюю резину чем перед самой зимой или зимой не бойтесь тигара тигар действительно очень хорошая резина это тигар он идет именно для с юну сув да сув сувинтер это именно для кроссоверов для легких кроссоверов потому что рекомендуется дилерам и производителям киа спорта четвертого поколения именно использовать резину с индексом сув 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 ну винтер это просто зима да сув поэтому любом случае ищите именно с таким индексом опять же повторюсь что когда я искал резину всего пять моделей именно со всеми нужными мне индексами которые подходили под гарантийные моменты было всего пять моделей конечно тигар была самая дешевая и скажу от себя честно она ничем не хуже реального мишлена это тот же мишлен только скажем так только тигар который сделан серби поэтому не стоит бояться резина тигар на мой взгляд довольно неплохая симпатичный протектор мягкая резина хороший шинный состав да и уверенность на дороге это самое главное заключение нашего небольшого видео касательно опыта эксплуатации зимний шин тигар хочу лично от себя отметить что действительно за свои деньги шина оптимальнейшая просто то есть ну лучше наверно для спорта ничего не найти да и вообще в любом случае сейчас практически все легкие кроссоверы городские такие кроссоверы типа kia sportage вот mazda cx-5 там ford kuga они все стоят на 17 дисках как правило он там только если базовая версия не некоторые модификации выходят на r16 любом случае тигар он подходит практически для любого современного кроссовера цена отлично но опять же я не знаю что будет уже в этом сезоне когда покупал резину эту я то цена действительно была вполне оптимальная поэтому я не то чтобы побежал я просто ну рванул сразу брать эту резину я не прогадал я считаю что 7000 километров они отработали просто на ура никаких не претензий не вопросов к ним не было они грибут как как по траве по снегу по грязи вопросов нету отличный рисунок сбалансированным само колесо очень балансируется на как я сказал ранее отлично поэтому в принципе любом случае мой личный опыт показал то что но этим шинам можно поставить крепкий 9 баллов из 10 или крепкую даже я сказал бы пятерку по пятибалльной системе более подробно обзор тест-драйв автомобиля киа спорт еще можете найти на нашем сайте базлайд.ру и на нашем новом открытом недавно только сайте автоблоккар.ру если у вас есть вопросы предложения или пожелания пожалуйста присылайте их нам на наш youtube канал или оставляйте на наших сайтах мы обязательно их рассмотрим и ответим большое спасибо вам за внимание всего вам доброго и удачи на дорогах спасибо